Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков, вы на канале MyGTure. Извиняюсь за голос, простыл маленько. У нас появится сегодня на Озоне, на Вайлбрисе, на Яндекс.Маркете три новых продукта. Первый – это самый крутой продукт для сажевых фильтров Toyota DL1 0W30. Реально самый крутой, самый прогрессивный продукт, потому что все японцы абсолютно, вот все абсолютно владеющие автомобилями Toyota Cruiser, свежими сажевыми фильтрами или Pradik, они все абсолютно используют продукт Toyota DL1, ну, либо 530, либо 0W30. Мы когда были в Японии, на каждой станции, даже те, которые просто мультибрендовые, там везде стоит DL-ка абсолютно. Вот они никакие другие бренды не выбирают, они ездят только на Toyota DL, поэтому этого и вам советую. Появится у нас в четырехлитровых упаковках, ожидается поступление 20-х где-то к числу 26-му, примерно, контейнер подходит. Что касается трансмиссии, мы получили, вернее, добавим сегодня на маркет, мы занимаемся этим продуктом уже лет 15 точно, CVT, обычный вариаторный продукт для Toyota TC, и CVT FE. FE – это Fuel Economy, экономия топлива. Это два продукта абсолютно разные, они между собой, конечно, смешиваются, но делать этого нежелательно, я сейчас объясню, почему. Во-первых, эти продукты по вязкости очень разные, давайте просто, чтобы не быть голосованными, я с официального сайта Toyota японского скачал из детские, по продукту обычному TC, не FE. В сайте стоксах вязкость при 40-30, при 107,25. У FE вязкость в сайте стоксах при 40-22,4, при 105,2. Это большая разница по вязкости, и коробки, соответственно, настроены под разную вязкость. Если у вас предписаны в автомобиле по мануалу TC обычная, просто используйте только ее, если FE, то используйте ее. Использовать обратной совместимость прямую не стоит в данном случае, потому что у вас коробки настроены под работу с определенной жидкостью, поэтому строго рекомендуется соблюдать именно вязкостные характеристики того продукта, который предписан именно у вас. Почему стала фиолетового цвета? Тоже часто задают вопрос до сих пор, хотя она уже 100 лет фиолетовая. Это ребрендинг, он Toyota проведен давно уже, они ребрендировали абсолютно все продукты, свои, в том числе и Dell, который я показал, она раньше была другого цвета. Это и зеленая вязко, сейчас вместо там красной, как раньше, и по моторным маслам тоже по-другому стали цветовые гаммы использовать. Это все движение recycle reuse, все экология, экономия и так далее. Поэтому ничего абсолютно в этих продуктах не поменялось, как TC и FE были, в том составе в таком они и остались. Вообще ничего не изменилось, то же самое все. Вот, только поменялись цветовые гаммы в продуктах, потому что вот такой новый стиль. А, ну еще и значок, они убрали надпись Toyota и оставили плоский значок вместо рельефного. Ну, как бы звучит глупо, конечно, да, но японцы, вот они такие, они решили, что так это более экологично выглядит, когда значок плоский, а не рельефный. Это на самом деле, на самом деле реально так, и надпись Toyota они убрали по этой же самой причине, чтобы там быть попроще, скажем так. Вот, продукты, все эти три продукта появятся у нас сегодня на Азоне, на Wildberries, на Яндекс.Маркете. Ссылки размечать пока не буду, потому что они как к вечеру там добавятся. Вообще мы продуктами оригинальными этим занимаемся уже 17 лет, вот, поэтому как-то так. Продукты свежие все, в частности, например, ТС-шка, это 23-й год, свежая, совсем ТС-шка пришла. А, кстати, и ДЛ-ка тоже 23-го года. Настоятельно, настоятельно рекомендую в вариаторной коробке и автоматической коробке, обычно, тойотовские, использовать оригинальные жидкости. Проверены опытом и нашим, и наших коллег, за многолетнее использование ни одного случая поломки не было у агрегата, если агрегат использовал оригинальную жидкость Toyota. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru, подпишите, поставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok